сейчас слышно меня и по моему перестал слышать так у меня энергичный доклад будет видно видно вас в общем олены олены где-то в другом зале я хотела это ночью до плену мы все поздравляем сегодня я на юрина наш вот значит сегодня мой доклад будет вот про такую тему я подумал что это интересно по роду своей деятельности нарциссистический рисуночек мне чат gpt предложил нарисовал под стать самой теме теме и мы говорить меня зовут юрий михеев я работаю бизнес консультантом уже двадцать с лишним лет и вторая моя это одну мою амплуа и одну мою амплуа это терапия это неизбежно приводит к тому что у меня смешиваются во мне эти две ипостаси и мне очень интересно поделиться с вами и хотелось бы услышать вашу реакцию какие размышления на тему того что собственно говоря происходит с теми людьми с которыми приходится работать когда я занимаюсь вот этой своей практикой когда я оцениваю людей в компаниях когда я с ними провожу учениковой сессии и разговариваю с ними об их развитии с их амбициями с их представлением о себе с желанием быть какими-то какими-то с их проблемами с которыми они сталкиваются и жалобами в том числе разнообразными ну вот и вот такая вот история про лидерство власть власть при этом вот если мы возьмем культурный какой-то контекст и наш исторический контекст и много очень сказано про лидеры они такие непростые что есть разные теории лидерства и в том числе такого аналитического свойства аналитически негативного я бы так сказал свойства из серии вот темная отряда черт приводит к тому что люди лучше преуспевают корпорациях вот вот много разного здесь много разных размышлений на эту тему и негативных и позитивных и хочу предложить вам уже с этим сегодня поконтактировать готовы для этого некоторую презентацию и своей идеи и вы знаете я по своей привычке вот такой износовый уж извините да буду вас предлагать разное предлагать участвовать в этом процессе сходить в эфир что-нибудь говорить о том как вы это представляете и это может обогатить нас всех с моей точки зрения и с одной стороны а с другой стороны сделать повеселение мое вступление в нашу совместную работу вот собственно вот с вашей точки зрения по вашим наблюдениям что такое делает лидер отличающие его вот не лидера как как мы можем понять вот человек лидер 5 выход в эфир как удобно пожалуйста скажите пожалуйста ну бывает так что лидер руководитель бывает что руководитель просто руководитель ну частенько руководитель как бы обязан больше изучает вопрос он больше изучает куда можно развиваться строить стратегические планы развития потом он отвечает за то что делать если он построил какой-то стратегический план он разрабатывает его мелких подробностях и отвечает за его выполнение перед собой хотя бы и перед другими людьми но это больше фантазии больше ответственности больше работает больше работает спасибо классно соображением вот из вашего опыта личного вы когда-нибудь наверняка каждый из нас был в этой роли видели как другие бывают в этой роли так вот спасибо большое так значит руководитель наверно вдохновляет и берет ответственность за процесс и результат вдохновляет и берет ответственность лидер более компетентен и лидер заботиться о других людях заботиться так заботиться у нас еще по моему не прозвучало вдохновляет и заботиться заботиться и он более компетентен а что делает компетентен это свойство они что делают обладает большими компетенциями прекрасно ну учиться давайте напишем надо же учиться как компетентно может извините ну не знаю хорошо обладает большими компетенциями да класс спасибо большое делегирует ведет за собой контролирует процессы людей принимает решения которые касаются коллектива вдохновляет заботиться учиться много написали такого разного интересного вот это то что он делает если так еще вот есть идея в чате поддерживает одновременно много фокусов внимания да несомненно несомненно спасибо вот такая сложная работа правда получается сложная и для того чтобы ей заняться нужно что-то какая-то ну нужен драйв какой-то нужна энергия для этого нужна какая-то причина для того чтобы этим заниматься плодает чуйкой на задачи и людей то есть он еще как-то умудряется что-то понять такое что другие не понимают такое что не очевидное спасибо вот хорошо вот спасибо вот такие вот у него такие действия еще к ним вернемся подумаем о них вот но вы понимаете да что ну и по крайней мере я разделяю точку зрения что лидер это функция группа группа создает лидера ну или там цвета играет короля на самом деле интерактивный процесс да то есть есть группа есть есть человек который под себя набирает кого-то потом эта группа дает ему эти полномочия решать решать свои вопросы а может быть так что из группы выделяется лидер и группа дает ему опять полномочия решать вопросы ну в общем это процесс интерактивный и и вам существенная часть здесь существенная роль у тех людей которые входят вот в эту команду да то есть и фактически лидер мы говорим про власть получают эту власть она делегирована делегирована группой людьми которые входят в команду лидером по неким причинам да и группа при этом находится ну примерно в таких условиях вероятно можно еще что-то добавить ну она не просто так существует она находится в ситуации но никаких ограничений и давления вот да и соответственно лидер это человек который ну что-то дает в группе для того чтобы вот в этих находящихся в этих условиях что-то дает в группе что-то делает для всего вот этого коллектива с которого из которого он как лидер выделяется или в котором он становится лидером или который он соформирует под себя если он такой предприниматель и сам сам себе сам себе значит автор своего этого дела какого-то ну вот и мы довольно много лет проводим проводим исследования там где я работаю проводим исследования того а что людям важно в работе да то есть вообще какие у них есть такие интересы из того что очевидно на поверхности лежит из того что можно измерить опросом простым ну вот и вот мы измеряем такие простые вещи задаем такие простые достаточно прямые вопросы из серии, вот у тебя это важно, а ты доволен тем, что у тебя есть. И вот эта матрица, созданная по многим, тысяч 10, наверное, человек опрошена, и это руководители среднего звена и специалисты. Почему они вместе объединены? Потому что вообще разницы нет в структуре вот этой, вот того, что в этой картинке для руководителей среднего звена и для рядовых специалистов разницы нет, что само по себе примечательно. Это очень интересно, мне кажется. И здесь как эта картинка устроена? Удовлетворенность в шкале 10-бальной, то есть есть чем-то, чем я больше доволен, чем я меньше доволен. И важность. Что-то для меня больше важно, что-то меньше важно. Ну и, соответственно, вот четыре такие области, здесь вот эти полоски проведены вертикально и горизонтально посередине как раз вот относительно всех этих цифров, всех этих пунктов, которые здесь перечислены. То есть как раз эта середина, больше, это половина, которая более важна, это которая менее важна. Ну и что мы получаем? Что люди ищут и находят, истаются работать там, где у них есть вот это. Понятная, в общем, стабильная работа, належность группы, хорошие отношения. Вот я пришел, я работаю, у меня здесь приятный коллектив, и я сейчас как-то живу. Что мне не важно? Не очень я хочу принимать решения. Я не очень хочу удовлетворить личные цели, обратите внимание, мои личные цели. Как бы, да, они там где-то есть, но на работе я там, вот это вот мне важнее. То есть люди как бы смиряются с тем, что свои личные цели, они, ну, как-то удовлетворяют, ну, так, ладно. Ну и там, и карьера такая тоже, не самое важное. А вот эта область, она очень интересна. Это когда люди говорят, да, я очень доволен этим, но мне это вообще не важно. Почему переоценка? Да потому что, судя по всему, здесь переинвестирование со стороны компании. То есть компания что-то делает, чтобы люди были этим довольны, чтобы они имели возможность лидировать так, потому что очень важно, ну, и для компаний. А для людей это не так важно, как для них. И мы постоянно сталкиваемся с этой историей, типа программы подготовки лидеров, куча бабок, которые мы готовы вложить, чтобы вырастить из наших каких-нибудь там, еще не совсем руководителей, или прямо таких лидеров, руководителей. Вот недавно разговаривал, прямо участвовал в рабочей группе HRD крупнейших компаний в Сиеруси. Говорят, вот, наверное, нам нужен какой-то новый лидер в наших новых условиях. То есть тема такая горячая, уже всю мою карьеру, моя профессиональная жизнь, всегда горячая. Люди хотят, чтобы были лидеры в компаниях. Это не просто HR-функция нафантазировала, потому что к ним запрос есть. А они как-то вот заразы не хотят. Не хотят вот это все делать для группы, которые находятся в этих условиях. Но не все. Некоторые хотят. А вот картинка про тех, которые, так сказать, на мостике, которые вот эти. Вот картинка про этих сейчас. Вот про таких, которые здесь вот забрали, значит, и встали на игру. Смотрите, разница какая существенная. Стабильность и хорошие отношения нам можем, но не хочем. Нам не очень надо. Лидерство, да, все, понятно, у меня здесь есть. Продвижение по службе вроде уже куда дальше двигаться. Заявка на власть. Я хочу больше принимать участие в решениях. И на контроле. Я хочу больше контролировать, понимать, в чем результат. Ну, тоже понятная история. Достаточно по-человечески просто. У меня вот там неопределенность высокая. Я должен ответственность на себя брать, принимать решения. Еще и заботиться параллельно обо всех, вникать в суть дела и быть самым наиболее компетентным. Ну, понятно, что мне нужно больше информации. Я хочу как-то лучше понимать, что там происходит. Ну, а по сути, нужно что? Больше власти. Ну, и это, скорее всего, вот смотрите, да, мы готовы лидировать и готовы в каком-то мере отказаться от этой стабильности и хороших отношений. Вот такие люди, да, выходят в топовой позиции, на котором это важно, которые этого хотят. Мы исследовались отдельно специально вообще уровень, вообще энергии и мотивации личной, которые есть у людей, которые работают в компаниях. И вот у нас поразительная разница получилась между вот этими, как будто этими товарищами по сравнению с этими товарищами. То есть те, которые действительно по роду своих занятий вынуждены или хотят заниматься, занимать топовые позиции, а на этой позиции нельзя, ну, очень трудно не быть лидером. Приходится просто. Ну, не как-то. Вот у них уровень мотивации личной энергии больше, выше. Откуда-то она не уберется, или люди такие туда подбираются. Вот это вот, это все есть данные исследований, которые мы проводили, которые сделаны методически, совершенно корректно, опубликованы в научных, лицензируемых журналах. Если хотите, вот почитайте. можете сфотографировать варкод или посылок берите. Ну, то есть картина такая получается. То есть люди, которые делают все то, что мы назвали, для группы, находящейся в ситуации давления, неопределенности, требований, они вот оказываются, да, такие. Они берут на себя вот это вот все, у них есть эта энергия, желание контролировать большую историю и иметь власть. Иначе не получается. Такая очень понятная вывод. Да? Ну и вот, собственно, вот это выводы, которые были сделаны, достаточно научно обоснованно. Желание власти, желание не достигать чего-то, дальше троеточие, у каждого какая-то стояга, по-моему, чем они достигают. Двигать людей вот на эти позиции, на эту неудобную, в эту неудобную роль, когда надо больше других знать, больше других решать, о всех заботиться и, в общем, быть в какой-то мере в одиночестве в связи с этим. А с вашей точки зрения, может быть, какие-то есть еще идеи, давайте-то помним. А что еще может двигать с людьми, какие еще могут быть такие человеческие мотивы, да? То есть, такие вот желания, настоящие потребности человеческие, которые дают энергию и силу и драйв для того, чтобы вот это вот еще на себя брать. Кроме того, что называл. Деньги. Ну, конечно, деньги. Ну, деньги, штука такая, ух, зажигательная. Плани реализовать свои идеи. Спасибо. Так. Такие некие амбиции, такие, знаете, вот я, у меня есть мысль, я хочу, чтобы она была воплощена в жизнь. Такое творчество на таком уровне системы. Такая вот такая мотивность. Роди. Роди. Улучшить мир. миссианство некоторое, да? Промыслию. Желание максимально реализоваться. Мои идеи, которые у меня есть, мои способности, я с помощью вот этой позиции, этой власти, которая у меня есть, и возможности, которые она мне дает, могу реализовать их в жизни, увидеть, как это происходит. я что-то делаю, я вижу, как это происходит, как это реализуется на практике. Ну, нежелание подтянуться. Хорошая тема. Спасибо. Да? Ну, это, вот, с моей точки зрения, так или иначе, это, исключая деньги. Деньги очень, очень нагруженная смыслами штука. Да? То есть, деньги, это же критерий ценности всего на свете. Ну, по крайней мере, попытка такая, да, использовать ее, оценивать с помощью денег практически все, что можно. Вот. Плюс это еще у каждого, у каждого человека, в зависимости от многих факторов, они имеют отдельное смысл. Кто выживает, это просто средство существования, кто-то гордится, кто-то выпячивает, кто-то обретает самую свободу и так далее, да? То есть, очень насыщенная субстанция, можно сказать. Слани доказать всем, что так прекрасно, молодец. Это не один такой парень, который организовал стартап в Питере. они вышли на IPO, сейчас они, естественно, в Питере уже давно, айтишная контора, говорят, ну, а что, для меня деньги, это вот то, что у вас здесь написано, такой способ попробовать новое. Мне сами деньги уже давно не нужны, я хочу вот это попробовать, вот это спасибо за вашу идею, амбиции. Вот. И вот получается так, что вот есть человек, который вот этим движим, ну, какими-то вот этими, не всем этим, в разной степени, каждым из этих пунктов, или какими-то отдельными этими мотивами, для того, и он берет на себя вот эту роль, тяжелый груз, лидерство, чтобы вот это все делать, вот это все делать, да, для людей, которые вот в такой ситуации находятся. Ну, и группа что-то получает через эти. Ну, что может группа получать? Ну, моя мысль такая, что группа получает некую, вот это то, что они хотят, стабильность, да? мотивацию. Спасибо. Мне что делать? Да, то есть, у них, это очень интересная мысль, кстати, для группы есть человек, который для этой группы много чего делает, решает, является неким таким центром, и он создает мотивацию своими присутствиями, своими действиями. Да, спасибо. Ивана. О! Спасибо. Это классная тема. Свобода от ответственности. Ну, то есть, если я лидер, я несу ответственность, то как бы нам всем остальным не все поможет там лидер. Декольная идея, хорошая, нравится. Вообще супер. Так, что еще? Развитие, может, и шансы некоторые. Если я лидер, дозволит развитие. зарплату. Я, что, 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 как зарплата. У нас так обычно по-другому. Зачищенность. Вот такая вот ноша, ноша лидера безопасности. Создавать для людей, которые сами не готовы вот это все взяться, вот такие вот давать им вот это вот все. Можно прям, не каждый человек на это способен. Герой, героическая на самом деле деятельность получается такая, что. В отношении к коллективе, к нему, да? я понимаю, я понимаю, я к тебе. Спасибо. Да, ну, это вот прям альтруид, да, люди, это если, ну, не везде, вы же понимаете, да, зависит от этих вещей, способность самореализоваться на своем месте, это если еще повезет. Это если повезет. Ага. И вот получается вот такая вот диспозиция, да, такой обмен между теми, кто пришел в группу и кто сами не хотят лидировать или не могут, или как-то, в общем, опасаются этого дела. Гриндером, которому они наделяют властью, говорят, а нам в обмен вот хочется вот это получать. Ну, кто-то получает, кто-то нет, ну, так мы сейчас такую тверическую карту нарисуем, но все же. Вот. А как живется этому человеку? Вот он такой, героический товарищ. Да? Вот мы тут писали, что он делает, что он делает для группы, ну, примерно то же самое я тут писал, какие-то свои мысли, но они там могут пересекаться, да? Ну, вот. А на что жалуются лидеры? Ну, это мои наблюдения. На что жалуются лидеры? Частенько я слышу всякое вот разное, да? То есть, я для них, а они. Я вот, а они. Я тут стараюсь, забочусь. Вот. Ну, там, может, злиться на них, в небе находиться, заботиться, чувствовать себя одиноко. Да? И вот это вот, если не я, то кто же, да? Бывает такое? Да? Потому что, ну, как же, значит, и кто? Вот эти же люди все, вот они же все вот такие, они же не хотят. Отключайся. Они же вот такие, они же не хотят все это делать. Не надо. А мне приходится. Что-то напоминает вам эта картина? Из нашего психотерапевтического? Вот мне напомнило, недавно я работал с одним клиентом. Там типично, да? Особенно если брать корпоративный контекст, когда есть, когда есть подразделение или какая-то функция, которая моя, а есть люди, которые есть другие, и мы конкурируем, мы должны биться за ресурсы, и мы должны как-то бороться друг с другом или с внешними товарищами, или что-то такое делать, чтобы побеждать. То есть, есть вот этот эффект мы-они, да? такой автоматический же, уже автоматически абсолютно делим людей на своих и чужих, а мимо сознания, ну так средний человек делает. И вот у меня есть от кого защищать своих. Особенно если там какие-то, ну как в любых крупных компаниях всегда же есть противоречие интересные, есть противоречие там целей, они это заложено в систему, это норма. Как-то с этим сталкивались. Вот. И получается вот такая вот красная, чудесная история, что я защищаю вас, я защитник, я забочусь о вас, я распоряжаюсь вами, вы делаете, что хотите. А если не делаете, то у меня есть власти полномочия наказать, применить какие-то санкции. И я вынужден так себя вести, потому что, ну как иначе? Ну вот. И фактически среда, корпоративная среда, я вообще среда вот этого, бизнес-среда. Таким образом втягивает, даже если он сам не очень предрасположен, а если предрасположен, тем более, она втягивает людей в эту систему отношений. Ну потому что если в этом треугольнике Карпмана не находиться, то я неизбежно сталкиваюсь с внутренним конфликтом. Это вот одна из причин, почему вот эти люди вот такие, да, даже среднее звено, руководители, не переходят в лидерскую позицию. А в чем это противоречие внутренне состоит? А в том, что я должен принимать какие-то решения, я должен применять вот эти санкции, должен заставлять людей что-то делать. Да, Ольга, согласен с вами. Конечно. Я должен давить на людей, я требоваюсь от них. А это же мои же, вот они такие же, как я. Это внутренний конфликт, неизбежный. Ну такой, ролевой. Предписанный этой ролью. Из нее нужен выход. Какой? А вот наша традиционная драматическая тема. Цивилизация придумала. Как в этом быть? Ну, со всеми последствиями для психической жизни такого рода людей, находящихся в такого рода ситуации. И бывают, по моим наблюдениям, бывают лидеры, которые по-другому как-то умеют себя организовать. Но это очень сложно. То есть, вот это, например, концепция, которая есть в воспитании, которая есть сейчас в развитии, в психологии развития, терапии развития, в теории привязанности. Заботливая альфа. Я, с одной стороны, заботюсь, я сильнее, я даю вот это, делаю все вот это, но при этом я даю свободу и возможность снести ответственность в себя и сам несу ответственность в себя. Но это гораздо более сложная история, чем в треугольнике находиться, согласитесь, требует какой-то уровень другой осознанности. Вот, такие размышления у меня про нелегкую судьбу этих людей, которые так много делают для многих других людей, от которых очень многое зависит вообще вот чем хотел поделиться. Ну да, конечно. Поэтому среди руководителей Ольги и Юлия я согласен, так много организованных граждан. Это автоселекция, да, то есть как бы это роль, это позиция, это положение в системе этого обмена, да, то есть я получаю там больше, я круче, я горжусь собой, я могу находить подтверждение тому, что я особенный, и при этом у меня еще есть такая прекрасная вещь, как поликарта, на которой мне помогает еще внутреннее напряжение отправляться по 10. Вот. Очень будет бы у нас, по-моему, у меня 5 минут еще, у нас еще 5 минут есть, буду признателен за ваше соображение на тему, размышления, критику. Аня, что скажешь, ты ведь в курсе, я знаю. я ее рвушусь. Серьезно? Ну да, я смотрю на треугольник, думаю, что все в последнее время я от руководителей, ну, если с ними общаешься, слышишь только о ужасном кризисе сотрудников, которые, как нарочно, не могут, не хотят ничего делать, если и сделают, то совсем не так, как ты им сказал. Вот. А это действительно очень похоже на правду, это правда, да, то, что ты говоришь, что человек попадает вот в это ловушку сам. Да. Ну, ловушка, это какой-то мере осознанный выбор. вот я бы с удовольствием вот iPhone, да, не знаю, как вас назвать, как у кого обратиться, но спасибо за ваш комментарий. Конечно, когда чувствуешь общность, да, это немножко облегчает жить. Но выход-то есть в треугольнике карпу? Счастье. Слышу ведь? Тринадцатый слайд, который ты от всех таишь. А, мой тринадцатый слайд, ну, конечно, это вот он, мои контакты. А, да, правильно, спасибо тебе. Черт, я забыл, вот он, выход, да, приходите. Да, Кристина, спасибо за вас в комментариях. Лена, привет. Лена, с днем рождения тебя. Спасибо. Желаю тебе вот все всего наилучшего. Юра, я с удовольствием послушав и проникнувшись, я лично считаю, что надо как с карусели слезать с треугольника карпуна. Как если была карусель такая красивая, что крутится, крутится, надо как-то взять и спрыгнуть на землю. Это такое довольно сложное задание. можно ноги переломать. Некоторые уходят в дауншифтинг. как-то способен. Так, левая отстал